Литва Литва А также Литва И тут этот вклад Владимира Николаевича Тоже очень ценим и не переоценим Надо также отметить что недавно состоявшиеся открытия Балтийского центра в МГУ Тоже не обошлось без вклада Владимира Николаевича Топорова Я помню мы много об этом беседовали, рассуждали И Владимир Николаевич встречался с ректором, и наконец это состоялось. Это еще один шажок к тому, чтобы балтистика продвигалась дальше, чтобы литовский язык стал более известным, чтобы литовский язык стал на то место, которое ему и принадлежит, как одному из древнейших языков. От имени посла я хотел бы выразить слова благодарности вам за то, что вы также занимаетесь балтистикой и литованистикой и собрались сегодня на этом собрании. Господин посол в данный момент очень занят тем, что в связи с кончиной патриарха очень много связей с литвой и звонков разных, поэтому мы принуждены задержаться. Но сегодня вечером, как вы, наверное, знаете, будет прием в посольстве. В 7 часов посол вас там будет приветствовать. И надо порадоваться тому, что это уже сегодня третье чтение Владимира Николаевича Топорова. И то, что уже первые и вторые происходили здесь, в Доме Патрушайки, как уже не раз повторялось, в одном из его любимейших мест. И мы рады тому, что его память связана с этим, и что мы об этом не забываем. Я хотел бы всех поблагодарить и передать и от имени посла, и от себя лично поздравления вам с наступающим Новым годом, а также пожелать хорошего, крепкого здоровья и дальнейшей активной работы в строении этой науки, в которой вы участвуете. Спасибо вам большое. Теперь я хотел бы представить слово председателю комиссии по творческому наследию Академика Топорова, Академику Николаю Николаевичу Казарскому. Добрый день. Я расскажу несколько слов о деятельности комиссии по творческому наследию Владимира Николаевича за последние полтора-два года. Дела идут пока медленно, и из таких основных направлений то, что было сделано, это в первую очередь передача библиотеки Владимира Николаевича в РГГУ, то, что сделала еще Татьяна Яковлевна, передача архива в РГГУ, где архив будет потихоньку описываться, и также подготовка дома, петербургский текст, то, что подготовили в течение, наверное, скорее трех, чем двух лет Татьяна Владимировна Цивьян и Сергей Георгиевич Альбович Ром. Ожидалось, что книга эта выйдет чуть ли не к сегодняшней нашей встрече, но, к сожалению, мы столкнулись уже здесь с кризисом, и перспективы в этом направлении не до конца. Понятно, потому что вот поступила такая бумага из научно-издательского совета «Академия наук», которая содержит целый ряд загадочных фраз. Например, в такую фразу «Не ограничивать объем и число изданий, выпускаемых за счет средств институтов под грифом «РАМ». То есть разрешение платить деньги и издавать. Но следующий пункт более мрачный. Признать необходимым, предусмотреть на переходный период, что такое переходный период, никто не знает, принятие следующего комплекса мер по экономии средств. Выпускать издание в обложке переплеты в столбчиках только по решению президиума РАМ. Использовать более дешевую бумагу. Сократить до минимума использования многоцветных обложек и цветных вклеек на меломанных бумагах. Все это еще, так сказать, терпимо, но применительно к книге «Петербургский текст» Владимира Николаевича, совершенно убийственным звучит следующее требование. Восстановить ранее действовавшие ограничения по количеству иллюстраций на один лист. То есть, очевидно, одна иллюстрация на один лист. – Здравствуйте, Николай Ильич, как вы говорите, могу не молчать. Эта книга оплачена была больше года назад, так что к ней это не должно относиться, но это отнесло. – Вот я боюсь, что они к ней это уже отнесли, поскольку книги физически мы здесь не видели. – Значит, естественно, что в ближайшее время, нам, очевидно, в апреле предстоит переутверждать состав комиссии, нам надо будет этот вопрос поднять для того, чтобы это издание все-таки состоялось. Также, пока что есть только наметки по изданию полного собрания сочинения Владимира Николаевича, работа, которая должна вестись планомерно и которая, очевидно, должна быть рассчитана на достаточно долгие годы. – Среди тех работ, которые сейчас особенно артуальны, мне кажется, это материалы русского этимологического словаря, которые существуют частью в истинном виде, частью в виде картотеки. И здесь вот есть надежда, что в самое ближайшее время эти работы будут активизированы. Наверное, будет правильно, если в апреле, вот, пользуясь тем, что мы будем переутверждать состав комиссии, будет поставлен вопрос перед президиумом Российской Академии Наук о утверждении двух стипендий имени Владимира Николаевича. Именно не медалей, поскольку медалей в Академии Наук довольно много, а стипендий именных в Академии Наук фактически нет. И вот идеи, которые обсуждались в рамках комиссии, это создание двух стипендий для людей, которые занимаются балтославянским языкознанием, стипендий, которые были бы достаточны для поездки российских граждан в хорошие библиотеки Западной, Литвы, Латвии. И на народ вторая стипендия, которая могла бы привлечь сюда к нам, наших юных коллег, с тем, чтобы вот эти связи, которые благодаря Владимиру Николаевичу во многом были и созданы, а не только укреплялись, чтобы вот эти связи мы каким-то образом поддерживали. И мне хотелось бы призвать всех присутствующих, если какие-то организационные идеи, связанные с памятью о Владимире Николаевича, возникнут, поделиться ими с членами комиссии по творческому наследию Владимира Николаевича. Может быть, создавая вот такую стипендию, можно было бы сделать эту стипендию отчасти международной. Создание фонда – это слишком сложно для такой неповоротливой структуры, как Академия наук. Но, тем не менее, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы эта стипендия была бы утверждена не одной Академией наук, а несколькими Академиями наук, например. И, значит, вот, как кажется, планируя такое собрание сочинений Владимира Николаевича, было бы правильно начать в том числе, ну, работа над словарем и символическим русского языка должна рассматриваться как первоочередная, но было бы, наверное, правильно издать просто полное собрание трудов Владимира Николаевича, начиная с его диссертации, посвященной логотипу в славянских и балтийских языках. То есть вот эта работа, где текст должен оставаться, безусловно, в полной неприкосновенности, но при этом могут делаться библиографические дополнения по тексту, как мне кажется, было бы чрезвычайно важно запланировать полное собрание сочинений, включая и замечательные письма Владимира Николаевича, которые могли бы завершать вот это собрание. Вот, к этому я мог бы еще добавить, что была идея, высказанная профессором Сигалом, о создании общества Владимира Николаевича. Но я боюсь, что в современных условиях, как экономических, так и просто при отсутствии достаточного числа научных сил, по крайней мере, в России мы очень ощущаем недостаток научных сил в среднем поколении. У нас сейчас совершенно замечательная молодежь, поразительно образованная, никогда выпускники школ не выходили с четырьмя-пятью языками прежде. Сейчас вот эта молодежь уже кончает университет, кончает иногда с блестящими результатами. Я знаю случай, когда по окончанию, перед поступлением в аспирантуру, 20 публикаций в лучших юниористических журналах мирового уровня. Такого на памяти не только моего поколения, но и предыдущего не случалось. И вот получается так, что поколение, которое должно быть наиболее активным, сейчас просто численно недостаточно. И от этого у нас, у меня в том числе возникает ощущение, что мы не полностью соответствуем тем достоинствам, которыми обладает молодежь. И одна из наших основных задач должна быть в создании или воссоздании традиции. И в этом плане фигура Владимира Николаевича, конечно, совершенно замечательная. Но создание такого вот общества требует специальных организаторских усилий, для которых просто среди достаточно квалифицированных научных работников я сейчас не вижу кандидатуры. Может быть, я упоминаю об этом в связи с тем, что вдруг в ком-то проснулся энтузиазм, и такой человек найдется, который будет готов возглавить вот такое общество. Помощь в организации показать способность. Вот, собственно, то, что я хотел сказать, не говоря слов, которые связаны посредственно с открытием конференции, но радостно, что мы встречаемся здесь уже в третий раз. И думаю, что правильно, чтобы творчество и наследие Владимира Николаевича стало доступным широко, в том числе, если кризис уже не чешает нам издавать книги обычным способом. У нас есть возможность интернет-ресурсов, и уже в годении наук готовы выделить, это будет первая такого рода сайт, комиссия по творчеству и наследию Владимира Николаевича, где могут быть выставлены с разрешения, естественно, наследников института, в том числе, тексты и статей, и монологов. Спасибо.